Приветствую вас и начать, пожалуйста, с того, что, скажем, измена любимого человека – это, конечно, предательство. Но предательство далеко не во всех случаях. Итак, если любимый человек вам изменился, но при этом раскаивается в том, что сделал, то в таком случае это, конечно, действительно с его стороны измена, с его стороны это предательство, но вообще говоря, мужчина вам изменил, но раскаивается. Раскаяние свидетельствует о том, что он сожалеет, верно? Если мужчина сожалеет, значит, он вам и дорожит. Если мужчина вам и дорожит, значит, он хочет вас вернуть. И если он хочет вас вернуть, значит, у вас еще все возможно. Вот, пожалуй, такая несложная спочка могла бы для начала вам помочь. Тогда измену нужно воспринимать исключительно как что? Исключительно как новый виток развития ваших отношений. Воспринимать ее, эту самую измену, нужно только как возможность для личностного роста вашего мужчины. Ему определенно нужна эта самая измена была для того, чтобы лучше понять себя, возможно. А, возможно, лучше понять, что он чувствует под нашу силу к вам. Такое тоже вполне может быть. Но вне зависимости от того, как это воспринимать, если мужчина жалеет о том, что он сделал, то можно говорить о том, что у вас есть шанс наладить отношения. В этом случае от вас требуется только подумать, что могло мужчину спровоцировать на измену. Что могло толкнуть мужчину на то же, чтобы он вам изменил. Если поймем его желание, поймем причину, по которой он вам изменил, то, в принципе, отношения можно восстановить, и вы, любимого человека, не потеряете. То есть в этой ситуации главное не торопиться разорвать отношения. Разорвать отношения вы успеете, в принципе, всегда. И главное, чтобы не было сожаления об этом, о том, что вы порвали отношения. Порвали отношения с тем, кого вы любите, и с тем, кто любит вас. Вот это нужно для начала сказать. Дальше. Дальше. Если мужчина не сожалеет о том, что он сделал. Вот он вам изменил, но вы не видите его раскаяния, не видите его, скажем так, грусть, грусть, да, вы не видите его желания что-то исправлять. И, напротив, человек даже говорит еще больше, что он собирается, ну, может быть, продолжит такое же поведение. То есть продолжит вам изменение. В этой ситуации, конечно, мужчина не отразит вами, и не воспринимает как предатство то, что он сделал. Тогда это означает, что у него изначально не было к вам такой сильной приятности, чтобы дорожить вами и не отрешать определенных поступков. К сожалению, в этом случае мужчина никогда не был вам любимым. Вы думали, что он любимый, вы думали, что он родной вам человек, а в действительности оказалось так, что он лишь был для вас временным. Такое бывает, но это не о предатности. И если вы будете злиться, пытаться отомстить тому, кто, условно говоря, является, не является предателем для вас, то ничего, короче, из этого не выйдет. Потому что вы будете иметь дело не с реальным человеком, а с человеком, который существует только у вас в голове. Только в вашем сознании есть образ того мужчины, который находится с вами в отношении. В реальности какого мужчины, к сожалению, нет. Это то, что вам нужно для себя понять. Дальше. Следующий аспект. Это аспект понимания того, как вы относитесь к человеку. Если вы его любите, то, наверное, желаете ему счастье. В таком случае нужно, вообще-то говоря, просто принять его выбор, понять, что если он изменил вам, значит, чего-то ему не хватало, и он это что-то нашел другой женщине. Пожелайте ему счастья, пожелайте ему удачи в его жизни, отпустите, и радуйтесь, что он счастлив, и будьте счастливы сами. Ну, по крайней мере, постарайтесь в этом делать. Если отпустить мужчину вы не можете по какой-либо причине, значит, у вас в нем есть опрепность. У вас в нем, условно говоря, есть нужда. И вот эту нужду, которая является, кстати говоря, вашей личной нуждой, то есть это ваша личная попрепность в мужчине, и требует частного разбора с нашей стороны. Потому что до тех пор, пока вы нуждает в чем-то членов мужчины, вы будете от него зависимы. Соответственно, эту зависимость нужно устранять. А устранение возможно только через осознание своих силаний и правильное их удовлетворение. Потому что очевидно, что если вы не можете человека отпустить, значит, вы его не любите, а, может быть, любите, но есть изрядный элемент користи, и вот этот элемент, который отравляет вам жизнь, его нужно убрать. А если человек не раскаивается в том, что сделал, значит, он никогда не был тем, кем вы его считали. Человека нужно отпустить, поблагодарить его за хорошо, счастливо проведенное время и жить дальше. Я думаю, именно так и нужно вам сперешить измену любимого человека. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в суличку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...